Традиционные соревнования по греко-римской борьбе собрали в Омске 73 участника из разных регионов страны. Они стали первыми крупными стартами в нашем городе после пандемии и важной проверкой форм спортсменов. Это традиционные соревнования с большой историей. Проводятся в память мастера спорта международного класса Сергея Игнатенко, который во времена еще расцвета нашей Омской борьбы, когда у нас практически каждый олимпийский цикл кто-то попадал на Олимпийские игры, тоже участвовал в этом процессе. У него есть брат-близнец Александр Игнатенко, знаменитый участник трех Олимпиад. Прекрасный был человек, тренер у него был прекраснейший Иван Иванович Калюжный, в честь которого, память которого тоже мы проводим турнир. Это первый старт после пандемии на территории Омской области по греко-римской борьбе. Будем смотреть, насколько пандемия повлияла на подготовку ребят, как они смогли адаптироваться к этому, какие решения тренеры могли находить. Интересный старт. Как всегда, за поединками на этом турнире наблюдал сын Сергея Игнатенко Александр. Он оценивал готовность ребят и главное их азарт. Каждый год посещаю этот турнир. Учитывая, что сам в прошлом занимался борьбой, то, наверное, с ностальгическими какими-то эмоциями. То есть, будучи действующим спортсменом, конечно, приезжал, смотрел с одной стороны. Сейчас уже приезжаю как-то через свое прошлое, то все пропускаю. Ну и, конечно же, гордость за ЦАП берет то, что ребята каждый приезжают. Все время география турнира расширяется. Участников все больше и больше. Но, к сожалению, в этом году в связи с пандемией не получилось приехать всем, кто хотел. Для некоторых это с марта первое соревнование. То есть, потому что, к сожалению, опять же, в связи с этой ситуацией в стране не было возможности возить основной состав ребят своих. Поэтому, конечно, все злые, спортивные злости имеют. Все голодные на победы, поэтому все выходят и, наверное, в какой-то степени, как первый и последний раз, наверное, на ковер. Это радует на самом деле. Спортсмены боролись за лидерство в 14 весовых категориях. Омские борцы в итоге выиграли 15 медалей, две из которых золотые. Одну из наград высшей пробы примерил Алжас Шамшитов, тренирующийся в спортивной школе имени Юрия Крикухи. У меня получилось показать активность, взять один балл и раскатать в партере. 8-0. Вот так я выиграл. Соперник был очень хороший и физически силен. Он хотел меня забедрить два раза. Я ушел с этого захвата. Еще один воспитанник спортшколы имени Юрия Крикухи Артем Фризин также поднялся на пьедестал, завоевав бронзу турнира. Вначале все хорошо получалось, но потом не смог я выиграть двух соперников. Я вышел в борьбу за третье место и выиграл. У меня не получилось сами приемы. Я пытался делать, но не до конца хорошо получалось. Я пытался прогиб сделать, кочергу и проход за спину. Самый многочисленный золотой улов по итогам соревнований был у команды Новосибирской области. На счету их спортсменов 11 наград высшей пробы. Тренируемся два раза в день по два часа, три. Было тяжело, боролся пять схваток, старался, выиграл всех. Уже в конце февраля Омская область примет еще более крупные старты по греко-римской борьбе. Первенство России. Оно пройдет в Омском велотреке с 26 февраля по 2 марта. Редактор субтитров А.Семкин